Книга «Открытым оком», том 15, тема крещения, вопрос 2944. Такая семья есть. Мать крестилась с двумя детьми, два мальчика и девочка. Придя в возраст, мужской контингент пошел молотить грехи в миру, а девочка пока тут теплится. Вот как она ныне на общину смотрит. Когда мне было 7 лет, моя мама ходила в группу «Здоровье». Она в то время искала Бога, и мы несколько месяцев ходили к бахтистам. Однажды мы ехали с группой «Здоровье» на автобусе, и наш знакомый Володя Иткин из Новосибирского академгородка, уже покойный, стал и сказал, что сейчас мы едем на встречу с православным проповедником Игнатием Тиховичем Латкиным. Мы оказались на улице Никитина, 147-1. И там нас встретил Игнатий Тихович. Наша группа пробыла у него достаточно долго, и я запомнила, что Игнатий Тихович обличал московскую патриархию. С этого времени мы с мамой стали ходить на занятия в университет. Летом покрестились в Потеряевке. Несколько лет я была в детском лагере рядом с Потеряевкой. Потом я увлекалась клиросом и поступила учиться в епархиальное духовное училище Московской патриархии. В начале учебы мне очень хотелось петь в настоящем большом храме, где поет профессиональный хор, где светло, просторно и красиво. Словом, у меня не было нужды в общине. Но через некоторое время я увидела, какое все чужое, раздутое и пустое в патриархии. И как у нас хорошо, ведь здесь я нужна, я стала больше общаться с нашими братьями и сестрами. Посещение нашей церкви на Ползунова 6 перестали быть для меня в тягость. Мне очень понравилось на занятиях после службы в трапезной. И я открыла для себя Слово Божие. А когда я пожила в Потеряевке, то поняла, что не представляю себе жизни в городе без братского общения и поддержки. И пропустить воскресное богослужение для меня трагедия. Я очень рада, что община обновляется, приходят новые люди. Слава Богу, что у нас такая замечательная община. В вопросе соединения с Московской патриархией я согласна с Игнатием Китовичем. Малютина Кристина Александровна, телефон 4542-86, 22 января 2006 года. Бытие 17, 23. И куплено серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени. Колосином. Деяние 16, 14, 15. И одна женщина из рода Феотир именем Лидия, торговавшая по границу и чтущая Бога, слушала. И Господь отверг сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. 1 Тимофею 5, 8. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Быть христианином в России совсем нелегко, тем более даже с малюсеньким знаком протеста. На плаху потащит епископ, насадит на кол, но чаще те казни, увы, посылаются вместе. И может подумать глухой и слепой обыватель, чего не хватало им, церкви всегда же открыты. Так судят, в ком совесть и сердце под ватой, кому идеал туалет, телевизор, корыто. И мечутся тени пустых при пустых обвинении, крадутся за теми, кто Библию взять вдруг посмел. Патриотизмом утрутся со стервенением, зарядят на входе у храма святой самострел. Не просто решится семейные узы расторгнуть, против течения выстоять к берегу выгресть им. А стая шальная попов из вчерашних парторгов плют на святыню и гасят похлеще, чем вызвести. Всегда абсолютно во всем отвергать притязания монашеских сказок из тонких видений во сне. Осленка, увы, не к лозе, к белине привязали. Приходится ныне пустыням в исламе краснеть, подушно поборы с бесстыдством берут с прихожан. Они же пленены привязанностью к человеку. А если бы к Библии их приучили, ее уважать, спасения в попах не искать, а в крестовой опеке. Заступники тьмы, бестолковые, злющие бабки, из храма толкают и бьют костылем по спине. В тупых головах перевернута горькое сделалось сладким. Непьющие могут слепом фанатизме пьянеть. Евангельской верой, как жупелом поп их пугает. Грозится причастие всех непокорных лишить. Крестовым походом нескрестным зовет на поганых. И гнет под кривой патриарший аршин. И все же настолько вернее успешней тому устоять, кто полностью сможет доверить Творцу и Егове. Авторитет безграничен и нечего пятиться вспять. Толпа попирает их грязь и кресты им готовят. 10 января 2006 года Игнатий Лапкин.